Вот это английский! Всем привет! Сегодня четверг, а значит мы смотрим мультфильмы и учим английский. Продолжим смотреть Phineas and Ferb. Я очень рада, что многим, судя по комментариям, этот мультик зашел, понравился. И сегодня мы узнаем тайну Перри, а также выучим интересные слова и выражения, например, узнаем, как сказать, что кто-то что-то замышляет, а также когда кто-то рассчитывает на нас. Вот так вот. Если вам интересно, смотрите это видео до конца. Итак, давайте смотреть сегодняшний отрывок без субтитров в первый раз полностью, а потом все тщательно разберем. Итак, поехали! А я грампу, и когда она видит, то она ее увидела, что вы делаете, она готова! И вот там, он готов! Дов-на-на! Дов-на-на! Мы будем отдать на плотворку и еще плюс пена-будут. Кандиас, здесь Пинзиас. О? Дов... дов-на-на, я сейчас! Канда, Финзиас. Э, Изабелла. Кача-дов-н? . Продолжение следует... Ну что, здесь мы остановимся сегодня и давайте разбирать первый отрывок. Ну что, разбираем. Финнис, что это такое? А Финнис говорит... Тебе нравится? Тебе нравится это? Я собираюсь пойти рассказать маме. Вот здесь going to или gonna, это как раз таки хорошо встает в перевод собираться что-то сделать. Ну потому что она намеревается это сделать, да, то есть это именно ее намерение. О, я собираюсь пойти рассказать маме. И заметьте как, go tell. Мне кажется, где-то спрашивали, я отвечала в комментариях, что бывает такое сочетание, особенно с go. Не go to tell или go там, как с кем-то еще переходным, там, частичкой или предлогом, или поменять эту форму, а именно go tell, как будто бы два, две одинаковых формы. Go do, go tell. Я собираюсь пойти рассказать маме. И когда она увидит, что вы делаете, вы идете вниз. Буквально идти вниз, спускаться. Но в данном случае Кэндис имеет в виду вот это значение фразового глагола go down. Как вы можете понимать, у него миллион значений. Потерпеть поражение, проиграть. То есть, здесь можно сказать, что когда мама узнает, да, вы просто, вы будете, ну, не повержены, но что-то вроде вам не поздоровится, вы будете просто растоптаны. Не знаю, предлагайте ваши варианты в комментариях. Но обычно так говорят, когда особенно кого-то хотят свергнуть, ну, да, или чтобы кто-то потерпел поражение. Просто потерпел поражение здесь звучит довольно пафосно, но, в общем, в бытовом смысле тоже подходит to go down. Итак, переслушаем. Ну, и она подтверждает свои намерения, да, down, 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 вниз, вниз, вниз. Сложно это перевести. Кстати, интересно, как они перевели, потому что фразовый глагол все-таки одним словом, как правило, у нас переводится. Down, down, down. И дальше она это такой интересный прием по буквам произносит, чтобы еще лучше до них дошло. D-O-W-N, down. Когда вы хотите какое-то слово сказать и понимаете, что собеседник вас не понимает, ну, например, фамилия или какая-то штука, которая не очень очевидная, вы можете продиктовать его по буквам, такой spelling сделать. Помните, что все буквы, когда вы их прописываете по одиночке, произносятся как буквы алфавита. D-O-W-N, down. И down повторяйте, чтобы понять, чтобы дать понять человеку, какое, в принципе, вы слово говорите. Ну, например, у вас фамилия Иванов, ну, например, да, и вы говорите И таким образом вы дадите понять, как пишется и произносится, в общем-то, ваша фамилия, например. D-O-W-N, down. Down, down, down! D-O-W-N, down! We're gonna need a blowtorch and some more peanut butter. We're gonna need a blowtorch and some more peanut butter. Нам понадобится, опять напоминаю вам, we're gonna, we're going to, просто как будущее время. Нам понадобится, мы будем нуждаться дословно, нам понадобится a blowtorch, blowtorch, сейчас я вам покажу, что это такое, это горелка такая газовая, and some more peanut butter. И немного еще, немного больше, peanut, арахис, арахисового масла, или арахисовая паста, мы еще иногда ее называем, peanut butter. Ну, вот это, видимо, peanut butter, не знаю, они, видимо, склеивают рельсы им, что-то такое. Итак, запишем, blowtorch. Вообще-то torch это факел, blow, дуть, ну, в общем, называется это паяльная лампа, или вот такое вот приспособление, да, которое выдувает газ, газовый такой огонь, как правило, и им, конечно, такую сварку производят. Blowtorch, паяльная лампа, назовем ее так. И, конечно, peanut butter, я думаю, многие знают, но поскольку штука такая типичная для Америки, давайте запишем. Арахисовое масло, или она же арахисовая паста. Выглядит вот так вот. Питательная штука, может быть, они им просто подпитываются, пока строят. We're gonna need a blowtorch and some more peanut butter. We're gonna need a blowtorch and some more peanut butter. Hey, Candace, is Phineas home? Hey, Candace, is Phineas... Привет, Кэндис. Is Phineas home? Но только видите, Кэндис ее игнорирует, поэтому она прерывается на полуфразе, и home так не очень уверенно говорит. Is Phineas home? Hey, Candace, is Phineas home? Oh, у Кэндис, я так понимаю, фиксация на определенных словах происходит в принципе, и она говорит Down, down, I say. Ну, то есть, продолжая вот этот вот фразовый глагол go down, вниз, вниз я сказала, вниз я говорю, ну, то есть, все, вам не поздоровится. И усердно крутит педаль своего вот этого велика. Ну, шлем надела, молодец. Hey, Phineas. Hey, Isabella. What you doing? Building a roller coaster. Hey, Phineas. Привет, Phineas. She's in love with Phineas. Да, она влюблена в Phineas явно. А Phineas как-то не очень, по-моему. Hey, Isabella. Привет, Isabella. И она таким вот прямо классным орудует выражением, ну, точнее, не выражением, а вариантом, как это произносится, да, и они тут прямо пишут в субтитрах. What you doing? То есть, это искажение намеренное такое разговорное фразы What are you doing? What you doing? Могли бы мы еще сократить, но полностью это было бы What are you doing? Cha это you. You, потому что на стыке t и you у нас получается What you? Могли бы мы сказать, но связывается таким образом, что What you? What you? И получается, что-то похоже на cha. What you doing? What you doing? What you doing? Че делаешь? Чем занимаешься? Building a roller coaster. Строю. I am building. Она спрашивает What are you doing? Соответственно, она отвечает в том же времени, подразумевая I'm building a roller coaster. Я строю вот эти наши американские горки. Ананасы какие-то. И тут написано, кстати, Phineas and Ferb Coolest Coaster Ever. Это как бы имя компании, как будто бы, да, чья? Имени Phineas и Ferb Самая крутая. Горка. Вообще когда-либо существовавшая. Ever. Coolest Coaster Ever. Так, давайте вот это прислушаем. Hey, Phineas. Hey, Isabella. What you doing? Building a roller coaster. In your backyard. Some of it. Wow. Он говорит Building a roller coaster. И она спрашивает In your backyard. На твоем заднем дворе. Backyard. Yard, двор. Back. Задний. Задний двор. Ну, то есть, как двор в нашем понимании. Some of it. То есть, в какой-то части его. То есть, в некоторой части заднего двора. In your backyard. Some of it. Wow. Isn't that kind of impossible? Some might say. Isn't that kind of impossible? А разве это не вроде как невозможно? Смотрите, мы могли бы задать вопрос. Is that impossible? Это невозможно? Вопрос звучал бы достаточно плоско. Когда мы задаем так называемый Negative question. То есть, вопрос через отрицание. Это разве не? Всегда такой немножко оттенок под текст Разве не? А разве не это типа не невозможно? Isn't that kind of impossible? Isn't that kind of impossible? Some might say. Ну, и Финиас отвечает Some might say. Некоторые могут сказать. Ну, то есть, кто-то может сказать и так, да. Но не для меня. И он так на нее смотрит. В общем, Финиас, он там крутой парень, скажем так. Some might say. Isn't that kind of impossible? Some might say. Так, ну что, давайте это переслушаем. Финиас, что это? Давайте смотреть следующий отрывок. Hey, Ferb! Does your stepbrother ever talk? Ferb? He's more of a man of action. I was gonna go to the pool. You want to go swimming? Kind of in the middle of something here. Oh, right. Okay, I'll see you later then. Okay. Hey, Ferb, you got enough rivets up there? Hey, where's Perry? Так, ну что, давайте разбираться. Hey, Ferb! Does your stepbrother ever talk? Hey, Ferb. Привет, Ferb. И поскольку Ferb ничего не отвечает, забыла спрашивать. Does your stepbrother ever talk? А твой сводный брат, вспоминаем это слово, stepbrother, в прошлый раз учили, а твой сводный брат вообще когда-либо говорит, заметьте здесь present simple, и для тех, кто очень сильно фиксируется на словах-маркерах, так называемых, например, что слово ever связывают чаще с present perfect, вы помните о том, что это просто такая вещь, которая вам позволяет ориентироваться во времени, когда вы только начинаете его учить. Но в принципе слово ever зависит от того, что вы хотите сказать. Оно будет использоваться по-разному. Потому что если бы вы сказали has your stepbrother ever talked? А как твой брат вообще в принципе в жизни когда-либо говорил, да? Чувствуете, немножко акцент смещается. А здесь она говорит про в целом и общем не когда-либо говорил, а в принципе говорит ли. Твой сводный брат когда-либо говорит вообще. Да, немножечко, да, разница невелика, но акцент смещается. Поэтому помните, что вот эти слова-маркеры очень часто могут абсолютно спокойно применяться в разных временах и не нужно слишком к ним привязываться сильно. Does your stepbrother ever talk? Hey, Ferb! Does your stepbrother ever talk? Ferb? He's more of a man of action. Ferb? He's more of a man of action. Он больше как человек, мужчина буквально, или человек, как мы бы сказали, человек действия, человек дела, да? He's more of a man of action. И запишем это прекрасное выражение. А так как у нас 21 век на дворе, мы можем сказать как a man of action, так и a woman of action. Пожалуйста, девочки, используйте. Ну, я не знаю, какая-то такая картинка. Наверное, так выглядит a man of action. Но, конечно, имеется в виду, что это человек дела, то есть тот, кто не тратит время на слова, как Ferb, а делает дело. He's more of a man of action. Ferb? He's more of a man of action. Like this. I was gonna go to the pool. You wanna go swimming? I was gonna go to the pool. Я собиралась. Вот опять та же штука, как с Кэндис сегодня говорила фразу, только она говорит в прошедшем времени. I was going to go to the pool. I was gonna go to the pool. Я собиралась пойти в бассейн. Ну, то есть у меня этот план уже родился. То есть я собиралась. Ну, она могла бы сказать, в принципе, и I'm gonna go to the pool. Это просто такое вот, как мы говорим, я собираюсь пойти в бассейн, и я собиралась пойти в бассейн, не хочешь со мной? Примерно то же самое. I was gonna go to the pool. Я собиралась пойти в бассейн. You wanna go swimming? Здесь она задает типичный для разговорного английского вопрос. You want to go swimming? Иными словами, не используя порядок слов для вопроса. Просто как будто бы утвердительное предложение, только с вопросительной интонацией. Ты хочешь пойти поплавать? Do you want to go swimming? Должно было бы быть. You wanna go swimming? I was gonna go to the pool. You wanna go swimming? Kind of in the middle of something here. Oh, right. Ну, в общем-то, Финнис ей вполне резонно отвечает, мне кажется. Kind of in the middle of something here. Заметьте, какую интонацию он дает, типа, ну, как бы, kind of, типа, вроде in the middle of something. В середине кое-чего здесь. Ну, то есть, я как бы тут делом занят, я тут кое-что делаю, прямо в середине этого процесса нахожусь. Kind of in the middle of something here. To be in the middle of something или to be in the middle of doing something. Вообще лайфхак. Если вы видите во фразе, что вы можете поставить something, чаще всего, вы туда же можете поставить и doing something. Потому что doing something это тоже, по сути, как существительное воспринимается, только от глагольное. Герунди он же. В общем, to be in the middle of something это быть в процессе чего-либо, то есть, быть в середине какого-то процесса, прямо вот в разгаре, в разгаре какого-то дела. Ну, то есть, я тут типа чем-то, занят вообще-то. Она говорит, oh, right. А, ну да, точно, точно. Kind of in the middle of something here. Oh, right. Okay, I'll see you later then. Okay. Okay, I'll see you later then. Ну, ладненько, я тебя увижу позже тогда. Ну, то есть, увидимся позже тогда. Ну, окей, ладно, ладно. Okay, I'll see you later then. Okay. Hey, Ferb, you got enough rivets up there? Hey, Ferb, you got enough rivets up there? Hey, Ferb, у тебя есть достаточно заклепок up there? Вверху там буквально. То есть, у тебя там наверху есть достаточно заклепок тебе там, подразумевается, подать еще каких-то? И заметьте, здесь тоже вопрос, не как вопрос. Have you got enough rivets up there? Должно было бы быть, если бы мы прям соблюдали все правила грамматики, что мы не делаем в разговорном английском. Hey, Ferb, you got enough rivets up there? И запишем слово rivet. Это заклепка, ну, в общем, на самом деле не только вот такая, давайте я вам покажу просто. Это может быть не только заклепка на джинсах, например, но и вот такая вот штука для все-таки работ каких-то по строительству и так далее. То есть, это такая вот как бы... В общем, короче, это штука, которая держит металл вместе или кожу, как в случае с одеждой, например. То есть, у тебя есть там достаточно этих заплаток, заклепок, пардон. Hey, Ferb, you got enough rivets up there? Hey, where's Perry? А вот это вот Hey, where's Perry? Эй, а где Perry? Фраза, с которой всегда будет... Сразу вам спойлер такой дам. С которой всегда будет начинаться сцена с Perry, собственно. То есть, Perry теряется, и значит Perry на задании. Hey, where's Perry? Hey, where's Perry? Так, давайте это пересмотрим. Hey, Ferb! Does your stepbrother ever talk? Ferb? He's more of a man of action. I was gonna go to the pool. You wanna go swimming? Kind of in the middle of something here. Oh, right. Okay, I'll see you later then. Okay. Hey, Ferb, you got enough rivets up there? Hey, where's Perry? Ну что, и давайте смотреть последний отрывок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Good morning, H&P. The evil doctor Doofenshmirtz is up to his old tricks. For reasons unknown to us, he's bought up 80% of the country's tin foil. I want you to get over to his hideout right away, find out what he's up to, and put a stop to it. As always, H&P, it is imperative that your cover identity as a mindless domestic pet remains intact. Now get out there. We're all counting on you. I feel like you're already bad at all, how he's there. Now we'll see you later. Good morning, H&P. All starts, as they say, for the health of us. Yeah, then it's a good morning, H&P. Good morning, H&P. Good morning, H&P. To Perry, to Platypus, all on P. Good morning, H&P. Good morning, H&P. The evil doctor Doofenshmirtz is up to his old tricks. The evil doctor Doofenshmirtz is up to his old tricks. Ну, понятно, что это просто какая-то там фамилия, но вообще я помню, что в русской локализации он был Fuffelshmirtz или что-то такое, но звучит забавно, пусть похоже. И доктор, доктор Doofenshmirtz, Fuffelshmirtz, вот Fuffelshmirtz, это хорошо. Злодейский, злобный доктор Doofenshmirtz is up to his old tricks. Замышляет его старые трюки. Ну, то есть, снова собирается провернуть его старые штучки, трюки. И давайте запишем выражение to be up to something. Ну, или опять-таки doing something. Я вам уже говорила, что можно всегда заменить на doing something. Это делать что-то, когда мы что-то прямо в процессе делаем, и мы увидим это сегодня на примере к этому слову. Или это собираться сделать что-то, замышлять что-то. Oh, he's up to something evil. Он замышляет что-то нехорошее. То есть, это что-то вроде to be about to do something в некоторых контекстах. То есть, вот похожее выражение. И здесь, да, он, конечно, замышляет, потому что мы из контекста видим, что он еще не выполнил это, но уже вот готовится. The evil doctor Dufelshmirtz is up to his old tricks. To be up to is up to. The evil doctor Dufelshmirtz is up to his old tricks. For reasons unknown to us, he's bought up 80% of the country's tin foil. Ну, все, и тут он начинает просто шарашить. Сначала давайте медленно прочитаем. For reasons unknown to us, he bought up 80% of the country's tin foil. По причинам For reasons unknown to us, неизвестным нам, да, то есть, мы не знаем, по каким причинам, he bought up, он выкупил 80%, 80% of the country's tin foil. 80% чего? Of country's tin foil. Tin foil, фольга. Фольга чья? Страны. То есть, 80% запасов фольги, ну, страны, собственно, штатов, подразумевает, видимо, если тут невыдуманное какое-то государство. Ну, предположим, что это Соединенные Штаты. То есть, до фельдшмерт скупил 80% всей фольги в стране. Вот так вот можно сказать. И произносит он это быстро, поэтому получается что-то вроде For reasons unknown to us, вначале еще ничего, he bought up up to 80% of the country's tin foil. Вот так вот. Он достаточно четко произносит, но очень быстро, ну, как военный человек. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поэтому постарайтесь услышать вот это вот. Он связывает, на самом деле, он связывает просто вот эту вот часть в одну как бы. И запишем tin foil. Слово хорошее, полезное, иногда пишется слитное, иногда раздельно, но означает одно и то же. Это фольга. Tin foil. В общем, tin это tin. Это что-то вроде олова, да? Sn, что это у нас за chemical element? Да, это олова у нас, да? Все понятно. В общем, это олова у нас. И foil, давайте посмотрим, foil. Это, по сути, есть фольга. Но на самом деле, a very thin sheet of metal especially used to wrap food or in to keep it fresh. То есть, вот такой тонкий, тонкий листочек металла. Поэтому можно назвать просто foil, на самом деле. Ну, что-то здесь, а вот иногда бывает тонкий, этот, тонкий меч. В общем, вы можете говорить tin foil, иногда говорят aluminium foil, можно говорить просто foil, в том числе. Это все будет фольга. For reasons unknown to us, he bought up 80% of the country's tin foil. For reasons unknown to us, he bought up 80% of the country's tin foil. I want you to get over to his hideout right away, find out what he's up to, and put a stop to it. Здесь он тоже говорит довольно четко, но быстро. Сначала медленно давайте. I want you to get over to his hideout right away. Я хочу, чтобы ты добрался к его убежищу, hide out, что-то скрытое, убежище какое-то, right away, прямо сейчас. И побыстрее. I want you to get over to his hideout right away. Я же я так быстро не произнесу, он прям как с пулемета. Давайте запишем слово hide out, укрытие, убежище. Например, вот такое. I want you to get over to his hideout right away. Добраться до убежища, значит, он хочет, чтобы он сделал это. Find out what he's up to, выяснить, find out what he's up to, что он замышляет. Опять наша фраза to be up to something. Узнать, что он замышляет, выяснить, что он замышляет. Find out what he's up to and put a stop to it. И положить стоп этому. Положить конец этому, иными словами, тоже запишем его. To put a stop to something. Положить конец чему-либо. Очень похожее выражение. And put a stop to it. И все это говорит он очень быстро, но довольно четко, поэтому попробуйте уловить. Find out what he's up to and put a stop to it. I want you to get over to his hideout right away, find out what he's up to and put a stop to it. As always, Agent P, it is imperative that your cover identity as a mindless domestic pet remains intact. As always, Agent P, и как обычно, Agent P, it is important that your cover identity as a mindless domestic pet remains intact. И он так на intact делает еще ударение. То есть, как всегда, что важно? It is important that важно, чтобы your cover identity your cover identity чтобы вот эта вот личность вся оставалась remains intact. Неповрежденный, ну, здесь он имеет в виду, конечно, не раскрытый, не, в который не усомняться, да, что он прямо отыгрывает эту роль. Вот этого platypus, they don't do much. Примерно такая. Давайте запишем слово intact. Оно хорошее, можно его использовать как про физические объекты, говоря, неповрежденный, целый, так и про такие вот вещи более фигуральные, да, как личность или какая-то вот идея и так далее. As always, Agent P, it is important that your cover identity as a mindless domestic pet remains intact. As always, Agent P, it is imperative that your cover identity as a mindless domestic pet remains intact. Now, get out there. We're all counting on you. Now, get out there. А теперь, стоп, кадр классный. А теперь выбирайся туда, ну, то есть, иди туда, наружу. We're all counting on you. Мы все рассчитываем на тебя. Все кто-то там. И давайте запишем это прекрасное выражение. Я думаю, многим знакомое, но, тем не менее, почему бы и нет. Очень часто встречается. To count on somebody. Рассчитывать на кого-то. В принципе, можно рассчитывать и на что-то, но чаще на кого-то рассчитывают. To count on somebody. Здесь, соответственно, они рассчитывают. We're all counting on you. Чаще всего, кстати, в present continuous используется вроде I'm counting on you. We're counting on you. И так далее. Ну что, давайте пересмотрим. Ну что, вот такой у нас отрывок. Давайте смотреть слова. Итак, во-первых, фраза в глагол to go down у него масса значений. В нашем случае было значение потерпеть поражение, проиграть, пойти вниз, в смысле, да, быть поверженным. Real fighters rarely go down without a fight. Настоящие бойцы редко сдаются, терпят поражение, да, можно здесь сказать, редко терпят поражение без драки. То есть, они не сдаются здесь еще даже, можно сказать. Не сдаются без драки. Ну, видите, go down в разных контекстах может по-разному переводиться. Но вот часто такое используется, когда нужно сказать, что какой-то злодей будет повержен вот в таком контексте. Blow torch. Паяльная лампа. Like this. Avoid wearing loose flammable clothing when using the blow torch. Избегайте ношения свободных воспламеняющихся вещей, то есть, воспламеняющейся одежды, когда используете вот эту вот газовую горелку, паяльную лампу. В общем, вы поняли вот эту вот штуку. Peanut butter. Арахисовое масло, арахисовая паста, она же. Do you prefer creamy or crunchy peanut butter? Ты предпочитаешь такую кремовую или хрустящую арахисовую пасту. Да, бывает creamy, crunchy. Вот видите, написано creamy, crunchy. Ну, тут в кранче есть кусочки, да, creamy, она просто как вот реально как паста-паста. Человек-дела, то есть, женщина или мужчина, на самом деле, все будет человек-дела, понятное дело. Но если вы девочка, вы можете про себя говорить I'm a woman of action. И как раз таки пример с a woman of action. Her husband is a man of ideas, while she's a practical doctor, a woman of action. Ее муж такой человек-идей, да, то есть, тот, кто не делом занимается, а больше вот осмыслением чего-то. Тогда как она практически врач, то есть, практикующий врач a woman of action. Женщина, человек, действие. To be in the middle of something. Быть в середине чего-то, дословно, или быть в процессе выполнения чего-то, в процессе какого-то дела. I'm in the middle of writing a letter. Я в процессе написания письма. Я пишу письмо. Rivet. Заклепка. Ну, в общем, такая штука, которая соединяется к коже, металлу и так далее. I'll teach you what to do and show you what kind of rivet to use. Я научу тебя, что делать. Я покажу тебе, что делать, и покажу тебе, какой тип заклепки использовать. Видимо, в каком-то специфическом деле. Мог бы сказать Ferb, как Изабелли, если бы она тоже строила этот мост. To be up to something. Делать что-то, или же замышлять что-то, собираться сделать что-то, может быть. Например, вот замыслил, ограбил. Очень типичный. Вот такой вопрос вам могут задать очень часто. What are you up to at the moment? Что делаешь в данный момент, имея в виду, чем ты сейчас занимаешься в принципе, то есть, что у тебя сейчас в жизни происходит. Или, как вариант, в зависимости от контекста, это также может означать, а чем ты собираешься заняться сейчас. Ну, то есть, какие у тебя планы. Может быть, и так, и так. What are you up to at the moment? Tinfoil. Фольга. Сыграет еще ключевую роль в нашем мультфильме. Wrap the leftover food заверни остатки еды, да, еду, которая не была съедена, в фольгу. Leftover food. Like this. Шурма какая-то, по-моему. Hideout. Укрытие убежища. Мне кажется, у нас было, кстати, в Gravity Falls. Ну, еще раз запишем. We made our hideout under the bushes. Мы сделали наше укрытие, убежище под кустами. Like this. Ну, что могла найти, то нашла. Intact. Неповрежденный целый. They found the intact skull of a mammoth. Они нашли просто неповрежденный целый череп мамонта. Такой вот и поставили в музей. To put a stop to something. Положить конец чему-то. She wanted to put a stop to the rumors. Она хотела положить конец слухам. Вот они слухи распускают. And she wanted to put a stop to it. И to count on somebody. Рассчитывать на кого-то. Например, вот так вот. Запоминаются эти забавные все шутки в фильмах и в сериалах, когда человека не ловят. You can always count on Michael in a crisis. You can always count on Michael in a crisis. Вы всегда можете рассчитывать на Майкла в случае кризиса, да, в каком-то кризисе. Ну и, конечно, Майкла. На него можно рассчитывать. Вот такие слова. Не забывайте, что под любым из видео, в том числе под этим, вы раскрываете описание. Давайте я вам приближу. Раскрываете описание и прямо сразу вы видите все ссылки тут. Нажимаете и видите ссылки на карточки. Те самые карточки, которые только что мы с вами посмотрели, со словами в Кузле. Вы можете их скачать и сразу учить слова ко всем серии. Итак, а мы должны с вами пересмотреть наш отрывок без субтитров еще раз и надеюсь, что вы все теперь поймете. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.